Здравствуйте дорогие друзья, подписчики и подписчицы и случайные зрители. Сегодня в этом видео мы поговорим про обработку аквариумных растений от паразитов и от прочей ерунды, которая не нужна в аквариуме, перед тем как мы это растение погрузим в наш основной аквариум. Способ обработки, о которых мы сегодня поговорим. Первый способ это будет перекись водорода, второй способ это уксус для того, чтобы очистить наши растения, третий способ это отбеливатель, а также поговорим немножко про марганцовку и про соль. Перед тем как помещать растение в основной аквариум всегда нужна обработка, всегда нужен карантин, как и для всех любых других видов рыб. Мы же не хотим вспышку, мы же не хотим, чтобы наш основной аквариум загнулся из-за нового растения, поэтому растение необходимо обрабатывать и следить за этим. Итак, перед нами растение аквариумное, которое взято из сомнительного источника. Что является сомнительным источником, из которого можно брать? Это рынок, это непонятный чужой аквариум, возможно даже зараженный аквариум, и это наша естественная среда. Вот это данное растение взято из речки, из реки Аки, и соответственно перед тем, как его мы поместим в аквариум, его необходимо обработать. Один из способов обработки это перекись водорода. Перекись водорода, мы добавляем 1 чайную ложку или 5 мл на литр воды, вот в этом стакане примерно литр. Многие рекомендуют на 10 литров воды. Я считаю, что этого вообще недостаточно. Перед тем, как мы начнем очищать наше растение, хочется вспомнить, от чего вообще мы очищаем аквариумное растение. Конечно же, в первую очередь это кишечно-полосные, это водоросли, это улитки, мелании, катушки и так далее. Это какие-то либо простейшие возбудители заболеваний. И еще, самой простой профилактикой, это если вы взяли аквариумное растение у своего знакомого, из благополучного, хорошего аквариума, это будет простая вода из-под крана. Хлорированная она, вы уже все, я думаю, в курсе, что вода из-под крана идет у нас хлорированная. Правда, эта хлорка очень быстро выходит. Но тем не менее, такой профилактики будет вполне достаточно из хорошего аквариума. И, соответственно, когда мы добавляем перекись водорода или марганцовку, о нем сейчас тоже мы немножко поговорим, мы, получается, эти два способа комбинируем. И как раз-таки сейчас мы наберем в этот стакан обычной воды, то есть это будет первая профилактика, и добавим перекись водорода, то есть совместим две профилактики в одной. И еще один момент. Изначально, когда этот способ с помощью перекиси водорода, ну, то есть детский способ, старый способ, упал ко мне, он мне нужен был для избавления от улиток, потому что у меня в аквариуме было очень много меланий, и занес я их именно с помощью растений аквариумных, купленных в зоомагазине. Многие пишут и говорят о том, что способ с помощью перекиси водорода помогает прекрасно от улиток. Мне, к сожалению, по крайней мере от меланий, ни разу этот способ не помог. Другое дело от водорослей, и в том числе от черной бороды, или, как говорят, еще вьетнамки. Но, если мы избавляемся от черной бороды или вьетнамки, требуется повторная обработка как минимум через сутки, а то и не одна обработка повторная, а две-три. Все уже зависит от того, насколько растение заразное. У всех по-разному, тут нужно следить. Каждый раз добавлять перекись водорода в воду и следить, смотреть, что с ней происходит. Ну что, теперь давайте добавим сюда воду и чайную ложку перекиси водорода. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Хочется заметить, что для данной профилактики я использую трех профилактик. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Есть, на самом деле, еще очень много разных способов по обработке с помощью антибиотиков, но сегодня, или вообще в этом видео, я антибиотики использовать не буду. Это растение мы пока что оставляем, и переходим к уксусу и к анубиосу. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Следующий способ обработки. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Сразу скажу то, что уксус мы используем не для всех видов растений, а только для жестколистных, таких как, например, анубиосы, эхинодорусы, некоторые криптокарины, а также можно использовать для оборудования и для очистки грунта. Опять момент такой достаточно важный. Если мы используем уксус, то обязательно нужно промывать таким образом, чтобы не затронуть корни, и чтобы корни не повредить. Используем, как правило, уксус 3% и выдерживает около 20 минут. Начнем. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Дозировка у нас будет примерно такая же, 5 мл или 1 чайная ложка. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Немножко взболтаем. Теперь можно опускать наше растение. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 20 минут прошло, теперь мы достаем наше растение. Стаканчик нам больше не понадобится. И под проточной водой мы сейчас его немножко ополоснем. Таким вот образом. Все, теперь его можно ставить в аквариум. Что мы сейчас сделаем. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Друзья мои, а теперь настало время поговорить о самой эффективной обработке аквариумных растений против различных паразитов и аквариумных вредителей, плюс от водорослей. Самый эффективный способ, на мой взгляд, это применение белизны или хлорки в отдельной емкости для обработки растений. Да, этот способ считается среди аквариумистов самый плохой, самый радикальный. Но, тем не менее, он самый эффективный. Главное, не забывать о двух важных моментах, о двух правилах. Первое правило. Всегда применяем раствор 1,20. То есть, 1 стакан хлорки к 20 стаканам обычной воды. 1 столовая ложка хлорки к 20 столовым ложкам обычной воды. И так далее. В зависимости от того, какая у вас емкость. Второе правило, которое тоже нужно всегда блюсти, это выдержка. Сколько выдерживает аквариумные растения в такой хлорированной воде? 2 минуты дается на нежные растения, те, которые тонкие растения, утонченные и так далее. Если мы используем, например, анубисы, всякие эхинодорусы, криптокорины, достаточно такие жестколистные растения, здесь можно уже и 4, и 5 минут их продержать в воде. И различные широколистные растения, как правило, используют такой раствор на 3, ну, максимум на 4 минуты. И еще хотелось бы говорить о мхах, такой, как иванский мох. Это, кстати, касается и шаровидной кладофоры. Они не очень любят такой раствор. Их не стоит в такой хлорированный раствор погружать. А если вы погрузили, то очень и очень ненадолго это нужно делать. Или используйте какие-то другие способы, другие методы очистки. Ну, и опять же, если мы берем оборудование аквариумное или аквариумный грунт, помните о том, что если грунт какой-то рифленый, с впадинами, такой, как кораллы на ощупь, такой метод ни в коем случае использовать нельзя. Все другое использовать можно, оборудование мыть в хлорированной воде можно, все остальное, в общем, можно, губку тоже не стоит. Единственное, что нужно обращать внимание на том, что пластик после такой обработки будет пахнуть хлоркой, либо мы используем что-то антихлорку какую-то, есть такие специальные порошочки, продаются, либо в противном случае мы просто кладем такое оборудование или такой грот, который пахнет хлоркой, в обычную воду, день-два, запах практически исчезнет. Если даже и слегка запах останется, ничего страшного, абсолютно ничего страшного, мы можем уже погружать его в аквариум и не бояться зарывку. Если вам интересно именно по обработке оборудования, грунта и прочего, вы можете посмотреть другие видео на нашем канале «Обработка хлоркой», и вы обязательно найдете это видео, оно там есть, и все подробно там про это дело рассказано. А теперь давайте вот этот вот небольшой кусочек растения, который у меня остался, он опять же из речки, обработаем хлоркой. И обработаем хлоркой вот в этой баночке, в литровой. Для удобства использования я перелил хлорку в отдельную емкость, и теперь мы ее добавляем в баночку с растением. По той дозировке, которую я уже указал ранее. Все, теперь оставляем примерно на 5 минут это растение. Оно достаточно прочное, жесткое, и я думаю, оно очень хорошо выдержит. Вот и все, друзья, прошло 5 минут. Теперь мы это растение достаем аккуратненько. Давайте понюхаем. Да, оно действительно пока что еще пахнет хлоркой. Баночка нам больше не понадобится. И теперь единственное, что нам нужно, это промыть растение. Давайте мы его хорошенечко сейчас промоем, и уже можно будет его, в принципе, опускать в аквариум. Да, запах пока что еще есть, но это ничего страшного, абсолютно. От проточной воды его хорошенечко промоем и погружаем. Погрузили мы наше растение в аквариум. Как видите, все в порядке, все хорошо. Ничего страшного не случилось. Растение себя чувствует великолепно. И креветки, мы его посадили в креветочник, тоже себя хорошо чувствует. Живы, здоровы. Тут же и сразу давайте поговорим про марганцовку. Все-таки обещал про нее сказать. Марганцовку используют следующим образом. 10 мг на литр воды. Ну, можно на самом деле и на глаз бросить, просто посмотреть, чтобы вода была достаточно розовая. Способ, могу сказать, не особо эффективный, можно сказать, бестолковый. Причем рекомендуется оставлять минут на 30, но даже если вы оставите его и на сутки, ничего страшного практически, ну, в большинстве случаев, ничего страшного не случится. И это, конечно же, является какой-то обработкой малоэффективной, как, в принципе, и соль, о которой мы тоже сейчас поговорим. Но обработка есть обработка для нормальных растений из хороших аквариумов. Она тоже приемлемая, она тоже подойдет. А теперь давайте перейдем к соли. Так как мы сейчас говорим про пресноводные аквариумы, про пресноводные растения, поэтому стоит заметить сразу тот факт, что соль не переносит очень много различных организмов в пресноводном аквариуме. И поэтому такой способ имеет место быть обработка солью аквариумных растений. Соли я никогда не жалею при такой обработке, если-то этот способ тоже малоэффективный. Прямо можно насыпать ложечку, можно даже две соли на аквариумные растения. Ничего страшного не случится. И теперь добавляем воду. Уверен, что рано или поздно все эти способы понадобятся каждому любому аквариумисту. И видео на этом подошло к концу. Всего вам самого доброго. И до новых встреч. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин